Девушки отдыхают В результате она была очень подавлена. Она чувствовала себя ненужной, ей было плохо. Она думала, во мне не нуждаются, трудовой рынок не нуждается в моих способностях. Конечно, ей, возможно, не хватало практики, образования или опыта. Много чего ей не хватало, ей было настолько некомфортно в этой ситуации, что она задавалась вопросом, на своем ли я месте. Где же мое место? Кто нуждается во мне? Кажется, что я никому не нужна. Было ужасно слышать такие вещи, но я хочу вас сегодня ободрить. Давайте вместе посмотрим слово, которое я нашел в этой прекрасной Библии. Это слово Божие, это Божия книга для каждого из нас. В 106-м псалме написано, они блуждали в пустыне по безлюдному месту и не находили населенного города, терпели голод и жажду, душа их и стоевала в них, но воззвали к Господу в скорби своей. И Он избавил их от бедствий их и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Бог хотел, чтобы они дошли до населенного города. Нашли ли вы свой населенный город? А нашли ли вы то место, где вам хорошо? Как не думать об удивительной статистике? 60 миллионов человек сегодня перемещены. Это беженцы, которым пришлось оставить дом, семью, место жительства. Они вынуждены уехать из-за конфликтов, войн или других обстоятельств. Они должны оставить все, чтобы стать теми, у кого нет населенного города. Они должны в новых условиях заново построить жизнь, если это возможно. 60 миллионов человек, у которых нет населенного города. Бог не желает этого. Он желает, чтобы каждый из нас находил свой населенный город, то место, где можем существовать и процветать, место, где мы не лишние, но способны преуспевать, благодаря дарам и талантам, которые мы получили. Цель Господа, чтобы наши дары и таланты раскрывались. Активируйте потенциал, который вы имеете сегодня. Пробудите те таланты, которые есть в вас, и начните применять их сегодня. Никогда не говорите, «Я ничего не получил». Так как Слово Божие говорит обратное. В Евангелии от Матфея, 25 главе, это уже конец Евангелия, «Иисус рассказывает притчу о людях, которые получили таланты». И вот что там сказано. «Подошел так же и получивший два таланта и сказал, «Господин, два таланта ты дал мне, вот другие два таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему, «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим поставлю тебя, войди в радость господина твоего». Однако, получивший один талант, по разным причинам не понял намерения господина и скрыл свой талант. Он ничего не сделал с ним. Его потенциал, зарыт в землю, не существует, обесценен. Его талант, зарыт в землю, но ему придется дать отчет. Он будет отвечать за свои действия. Господин называет его ленивым и лукавым рабом. Он был отвергнут, потому что он лишил мир потенциала, который Творец вложил в него. Верить, что мы ничего не получили, это оскорбление Творца. Нет, мы не хотим оскорбить Творца, который наделил каждого из нас хотя бы одним талантом. Наоборот, мы хотим активировать таланты и ценить их, чтобы Церковь, мир и наши семьи могли наслаждаться и воспользоваться ими. Общество нуждается в замечательных талантах, которые Бог вложил в вас. Пусть ваши отказы не остановят вас, даже если они повторяются. Не верьте, что в вас не нуждаются. Я сострадаю тем, кто получает много писем с отказом, несмотря на все усилия, которые они прилагают. Не останавливайтесь. Я бы хотел от всего сердца помолиться за всех, кто ищет работу, и кому сегодня нужно вновь услышать следующие слова. Вы ценны, у вас есть дары и таланты. Бог нуждается в них. Мир также нуждается в них, даже если говорит обратно. Вы получили то, что является невероятным благословением для вашего ближнего. Бог желает использовать вас, потому что Он не сотворил ничего ненужного на земле. Бог желает вас использовать, чтобы вы стали большим благословением и ободрением для кого-то сегодня. Именно так я молюсь за вас и благословляю вас. Говорю вам, идите, высвобождайте потенциал внутри вас, активируйте таланты, которые вы имеете. Вы увидите, что таланты умножаются. Вы переживете радость в служении. Не ожидайте, чтобы вас искали, чтобы вас умоляли что-то сделать. Предлагайте ваши услуги, высвобождайте таланты, активируйте их, делайте первый шаг. Будьте динамичны, а не пассивны. Таким образом, вы увидите, что ваша жизнь меняется, ваша жизнь станет прекрасной, нужной и благословенной. До скорой встречи! Дорогие мои друзья!